МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь мы говорим о том, как воспитать чемпиона, настоящего мужчину и спортсмена. Наша программа выходит незадолго до старта чемпионата Европы по футболу, и, естественно, вся наша страна готовится к этому футбольному празднику, и каждый готов поддержать наших парней, ведь они играют за нас. В рамках этого цикла мы хотим познакомить вас поближе именно с теми игроками, которые вызваны в национальную сборную и примут участие в европейском первенстве. А предыдущие выпуски программы можно послушать на сайте Авторадио, а также на всех подкаст-платформах. Ну а сегодня у нас в студии мама полузащитника футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрея Мостового, Галина Мостовая. Добрый день. Здравствуйте. Галина, очень рада видеть вас в нашей студии и посвятить нашу программу вам и вашему сыну. Андрей уже слетал в Австрию, где наша сборная готовилась к выступлению на Евро-2020. Сегодня контрольный матч со сборной Болгарии в преддверии чемпионата. Кстати, напомню, что перенесенное с прошлого года первенство континента пройдет в 11 городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. Галина, расскажите нам, пожалуйста, о ваших настроениях, о настроениях сына перед первым в его жизни, первым в футбольной карьере чемпионате Европы. Вы знаете, конечно, это очень волнительно. Я очень горда, что так получилось, что его вызвали. Очень надеюсь, что все пройдет хорошо. И мы все будем их поддерживать, и сложится все идеально. По-другому быть не может. Смотрите, Андрею сейчас 23 года, а в сборную его вызвали меньше года назад. Мы про это поговорим отдельно, а сейчас вот давайте вспомним. В Астрию он улетел после травмы, еще до конца не восстановился. Как это вообще случилось? Как он себя сейчас чувствует? Во-первых, в команде очень квалифицированные врачи. Так думаю, что никто бы его не пригласил, если бы, например, травма была бы серьезная, потому что все проверялось, осматривалось. И если его пригласили, значит, это было допустимо, это можно было восстановить, проводить все реабилитационные упражнения, лечение для того, чтобы он показал наиболее лучшие результаты, был готов к выступлению. Потому что это не просто так, это вызов сборной России. Напомню, Андрей Мостовой начал заниматься футболом в школе московского ЦСКА. Потом перешел в школу Локомотива, там же и заиграл в молодежном составе. Затем был подписан контракт с Долгопрудным, потом Химки. Далее его замечают в питерском «Зените». Он подписывает контракт и играет за «Зенит-2». После чего попадает в аренду в футбольный клуб в Сочи. А вернувшись оттуда в прошлом году, начинает играть за основной состав «Зенита», где и становится чемпионом России. Это очень коротко про Андрея Мостового и футбол. Давайте подробнее разбирать эпизоды карьеры полузащитника российской сборной. Сейчас у нас есть возможность поговорить с прославленным футболистом, заслуженным мастером спорта России, бывшим капитаном «Зенита» Владиславом Радимовым, ныне возглавляющим вторую команду Петербургского клуба. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо вам за сына. Владислав Николаевич, здравствуйте еще раз. Я хочу вас, пользуясь таким моментом, поблагодарить. Я знаю, что Андрей к вам очень тепло относится, что вы приняли такое большое участие в его судьбе. И я знаю, что он иногда к вам спускался, когда придя в первую команду, спускался к вам и приходил иногда за поддержкой. Спасибо за добрые слова. На самом деле Андрей сам большой молодец, очень хороший футболист. И будем болеть наверняка в чемпионате Европы за него. А то, что он сюда приходит, иногда даже приходится его пожурить мягко, если я так выражаюсь на радио, скажу «мягко пожурить». Так у нас с ним мужские разговоры проходят. И вообще мне повезло, чтобы я был такой, наверное, ученик. Мне повезло, он очень порядочный парень. Спасибо вам за воспитание именно такого человека. Он воспринимает все очень замечательно. И я рад, если чем-то я ему помог. Ну, мы вот тут далеко, он там один. Так что ваша поддержка, наверное, очень нужна. Если даже пожурите и посильнее, я буду только за. И скажу вам очень много спасибо. А, то есть, ну, теперь я имею тулькинг со стороны мамы, правильно? Если что, мама сказала, мама, в общем-то, даже попросила. Все, карт-бланш. Если что, мне пришлите эту запись, я отправлю. Вся страна услышит теперь все. Да, да, да. Владислав, Андрей пришел в вашу команду не в самое лучшее для нее время. Зенит боролся за выживание в ФНЛ. Вот скажите, молодой мостовой, это было усиление такое? Это было усиление, да. И он футболист очень хороший. Другое дело, что он пришел, по-моему, из Химы, где у него психологически не складывались отношения. Самая главная задача, что он в футбол играть умеет, понятно, надо было его психологически просто распостить чуть-чуть и больше доверить, что в итоге у меня, у тренерского штаба, по-моему, получилось, и ему стало легче играть, и он стал голы забивать. И случайно он потом попал в основной состав «Зенита» и в Сочи провел гениальный сезон. И сейчас, да, вот сейчас играть в составе «Зенита» среди 11 выходить стартовых, это очень тяжело. И мы с ним разговаривали сейчас как раз на эту тему, когда он не попадал в состав. Он пришел, я говорю, ну вот какой вариант, чтобы… Он говорит, ну вот ждать там и там кого-то. Я говорю, нет, вариант один – это выходить и работать как можно больше. И те 10 минут, которые тебе доверяют, ты их должен провести на максимум. Тогда в следующий раз там Сергей Бадаш тебе предоставит, там 20 минут и так далее. И в итоге он начал так действовать. И опять же, если мой совет ему пригодился, замечательно, просто я сам это проходил в жизни. Слушайте, а вот чем еще он выделялся, в принципе, в вашей команде? На игре, на тренировках? Все равно, получается, у вас какие-то особые отношения сложились. Он очень позитивный человек, скажем так, очень коммуникабельный. То есть он помог… Вы правильно сказали, что команда находилась на последнем месте в силу различных ситуаций. У нас была очень молодая команда. Ему даже удалось объединить в какой-то степени тех мальчишек, которые играли вокруг. И конец, концовку того чемпионата мы провели очень здорово. И благодаря именно той атмосфере в команде, которую мы создали, мы там боролись до последнего, чтобы не вылететь даже из этой лиги. И огромный опыт приобрел не только мастовой, скажем, а и мальчишки, которые были вокруг. Я знаю, что они до сих пор между собой общаются, у них хорошие отношения. Меня это радует. Меня это, наверное, даже больше радует, чем какие-то спортивные успехи. Вот, а Андрея в сборной дважды обратно меняли. Вообще это удар любому игроку. Андрей молодой. Вот вы не сомневались, что он сломается. Понимали, почему его вновь убирали, сажали на скамейку запасных? Почему? Это знают только главные тренеры. То, что он выносит в прессу, не всегда бывает правдой, да? Но то, что он прошел через это, для него теперь в футболе вообще не будет ничего страшного. Он знает, что могут заменить, могут выпустить на последние минуты. А если ты будешь делать все правильно, ты будешь играть 90 минут и выигрывать матч. Я думаю, что он как раз психологически из-за этого стал сильнее. Я больше того скажу, что я помню, как его меняли, это выражение лица, когда я смотрел тот матч по телевизору. И с каким выражением лица он уходит сейчас, это совершенно два разных человека. То есть видно по глазам, что он стал гораздо увереннее в себе. Но это мое мнение, объективное. Александр Николаевич, вы абсолютно право сказали, во-первых, про концовку сезона в «Зените-2». Он потому что оттуда вышел абсолютно счастливым человеком. За что я вам очень благодарна. Ну вот, видите, похвала мамы футболиста сборной, какого дорогого стоит. Спасибо огромное. Владислав Варадимов был у нас в программе. Сдачи всем и наше на чемпионате Европы. До свидания. Галина, вот когда говорят про вашего сына, у вас сохраняется еще ощущение, что вы присутствуете на школьном родительском собрании, вот идет разбор успеваемости, там, поведение, прилежание и так далее? Ну, наверное, да. Слышите, а он в обычной школе учился, или он с самого начала в школе при футбольной академии? Нет, нет. Конечно, когда мы были в ЦСКА, он учился в обычной школе, которая рядом, обычная, ну, как все районы, школа, где ходят рядом с домом, все, как обычные дети. А ваша семья родом из Омска, и там родился Андрей. А когда вы переехали в Москву? Ему было 4 года. Как вообще футбол появился в жизни Андрея? Вы знаете, он всегда с рождения был очень энергичный, очень подвижный. Мне кажется, он как в 11 месяцев пошел, как побежал, он даже не пошел, он побежал. Он, по-моему, бегает до сих пор. И поэтому я четко понимала, что он должен быть в какой-то спортивной секции. Но он очень любил машины и любит сейчас. И поэтому у меня было всегда ощущение, я не хотела, чтобы он был гонщиком. И надо было это предотвратить каким-то образом. Да, да. И вот у меня отец всегда занимался, очень любил футбол, потому что в моей жизни, по-моему, футбол по телевизору шел всегда. И поэтому, когда Артем позвонил, сказал, Галь, говорит, идет на борца искать, я думаю, как я забыла про футбол. Все встало на свои места, и мы туда пошли. Прозвучало имя Артем. Я так понимаю, что это Артем Некрасов. Да. Это троюродный брат. Троюродный брат Андрея и племянник моего мужа. Это человек, который во всем виноват, который увидел то самое объявление о наборе, да? Да. Есть желание и возможность поговорить с этим человеком, который, собственно говоря, послужил вот таким связующим звеном между желанием мамы куда-то определить бегающего сына и, соответственно, пониманием, куда его конкретно определить. Артем Некрасов у нас на связи. Артем, привет. Привет, привет. Артем, а сколько было вам лет, когда вы смогли в Андрея Мостовом разглядеть будущего футболиста, что Андрюху надо пристроить, но Андрюхе уже там 4 года, господи, или сколько, 5, я не понимаю. 6. Сколько вам было тогда? Ой, я не помню, но мне было лет, наверное, может быть, 16, где-то я сам в этих футбольных школах занимался футболом. Естественно, понимал всю эту систему футбольных школ, как, чего нужно, куда. Соответственно, я понимал, что это нужно все делать в детстве, с 7 лет уже отдавать непосредственно в эту самую систему, чтобы там уже дальше он рос, и тренировали его профессионалы. Ну, вообще, конечно, я хочу сказать, поблагодарить нашего Артема, который поддерживал его всегда. Мы очень часто ходим на футбол с ним, и мы сидим рядом, плечом с плечо, и слушаем, и переживаем. Артем, конечно, он прям душой всегда рядышком, и Андрей это знает, он прекрасно понимает, что есть брат, который может сказать иногда то, что другие могут не сказать. Искренне, откровенно. Ну, это топ-топ футболист, это сейчас уже просто видит себя. Раньше немножко... Раньше видел только Артем? Да, сейчас уже, да, уже буквально все, вот супер растет футболист. Спасибо вам огромное за участие в программе. Троюрный брат Андрея Мостового, Артем Некрасов был у нас на связи. Всего доброго, счастливо. Артем, спасибо. Как хорошо, когда в семье вот так друг друга поддерживают. Но взвалить на себя все организационные моменты, взять на себя тренировки, поездки, контроль за уродками, за экипировкой, за соблюдением спортивного режима, пришлось маме. Получается ведь так, Галина? Да, конечно. Когда у вас лично случилась любовь с футболом, когда вы поняли, что да, эта игра вам нравится, и вы хотите, чтобы Андрей Мостовой был в этой игре? Вы знаете, наверное, это случилось, когда он уже был постарше, перешел в футбольную академию «Локомотива». И когда они играли «Локомотив» против «Спартака». То есть когда мы ходили там вот начально, принял, отдал, принял, отдал упражнения. То есть это вот когда только учат, ставят основы. И потом, когда они играли, я помню, «Локомотив» тогда проигрывал, «Спартак» выигрывал. И потом вышел Андрей на замену. Был состав, и я первый раз поняла, почему наши мужчины безумно любят футбол. У меня случилась химия, когда я увидела взаимопонимание, секундное, друг друга видят, когда хороший защитник начинает атаку, опорник развивает ее, справа Андрей, полузащитник слева Серега. И они играли в одно касание. Когда люди понимают друг друга, и мяч просто летал. И тогда я просто посмотрела, и у меня что-то в голове произошло. Но мне пришлось очень долго к этому идти. И перестроить свою голову для того, чтобы понять вообще, что такое опорник. За что можно любить вот это вот, что бегают, гоняют мяч. Да, да. Сначала я не понимала, я в моем понимании была, кто больше с мячом, тот и молодец. И не представляла, что такое игра без мяча. Что они вообще делают и происходят. Свою роль, да, играют. Да. Это самое начало пути молодого игрока национальной сборной России по футболу. Впереди все самое интересное. Вы слушаете программу «Мама знает все». Мы прервемся на несколько минут. Этой весной футбольный клуб «Зенит» в третий раз подряд досрочно стал чемпионом России. Главным открытием сезона у петербуржцев стал Андрей Мостовой, который еще в прошлом сезоне помогал команде Сочи бороться за сохранение прописки Премьер-лиги. А два года назад вылетал из второго по силе российского дивизиона. Сейчас же Андрей чемпион России и игрок сборной России. С приятом грядущему чемпионату Европы по футболу выходит наша программа «Мама знает все». Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». И у нас сегодня в студии к огромному нашему удовольствию мама Андрея Мостового, Галина Мостовая. Мы вновь углубляемся в биографию спортсмена и его семьи. Галин, итак, ваш сын в течение практически десяти, если я не ошибаюсь, лет изо дня в день постигал футбольный азы в школе московского ЦСКА. Ну вот в 2012-м, когда Андрею было 14 лет, выясняется, что армейцам он больше не нужен. Что произошло? Ну он у нас ноябрьский 98-го года, и получается, по большому счету, если рассматривать, кто январский, Андреев практически на год отстает. Да. Поэтому он рос немножко медленно-медленно, а потом уже набирал-набирал. Но у каждого свое. Это физиология, тут ничего не сделаешь. На тот момент стояли такие цели. Ну а тут по жизни получилось... Но для вас это неожиданно было? Если честно, да. Обидно было? Ну, понимаете, мне было не обидно. Я знала, что мы двинемся дальше. Для Андрея это, конечно, был очень серьезный. Меня даже в школу вызывали, потому что Андрей, он всегда хохотал, он всегда смешной, ему всегда было весело. Ну было очень тяжело ему в этот момент. Я хочу сказать, ну хорошо, он пережил этот момент. Наверное, футбольная и спортивная школа и нужна, чтобы эти моменты тоже были. Во всяком случае, я теперь знаю, что можно быть в стартовом составе, а потом уйти в никуда. Это тоже наука. И хорошо, что это было. И хорошо, что это случилось в 14 лет. И только футбольному клубу ЦСКА спасибо. Это часть формирования того, что получилось сейчас. Я думаю, когда такая мама, сложно вообще опустить нос. Мама лидер настоящий. Спасибо. Но в целом, думаю, у вас остались хорошие воспоминания про начальный этап Андрея в футболе. И уверена, что разговор с первым тренером сына в школе ЦСК с Дмитрием Васильевичем Митрофановым будет вам приятен. Я очень рада, что вы дозвонили до нашего тренера. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Дмитрий Васильевич, я не потерялась. Я прям вас помню, люблю. Вы для нас все, вы сами знаете. Если я не звоню, то у меня есть причина. Был потерян мой телевизор. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, вот история с отчислением из ЦСКА закалила Андрея. Могли бы вы ожидать, что вот парень в таком молодом возрасте справится с психологической нагрузкой и не забросит в футбол? Я, да. У него крепкий характер. У него огромное желание было. И я был уверен, что он будет профессионально футболом заниматься. На каком уровне, ну, как бы не мог на то время сказать. Дмитрий Васильевич, я помню ваши слова. Помните, когда я ему позвонила и задала вопрос, когда мы думали, уезжать опять в Омск или нет? Я запомнила на всю жизнь, когда я задала вопрос. Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, есть у нас один шанс из тысячи остаться? А вы помните, мне ответили, а есть у вас возможность одной из тысячи остаться здесь? И это было окончательное решение мое, что мы двигаемся дальше. Да, да, я это помню. Дмитрий Васильевич, а вообще вот мальчишки 97-го года рождения, талантливого поколения, я же вот знаю, тренеры всегда так говорят, что вот так, 97-й год, размышляют этими категориями, категории года. Вот 97-й год, которому, собственно, принадлежит и Андрею Муставой. Чем-то отличался от других вот этот поток? Они талантливы были, вообще коллектив был очень дружный, понимаете, тут вопрос в чем? Очень родители, ну, я считаю, на тот момент, я не знаю, потом, к сожалению, не могу говорить, очень дружные были и очень мне помогали. Хороший год был, с ними очень было приятно работать. Дмитрий Васильевич, и не забывайте, когда мы приходим, привели своих детей, которым по 6 лет, мы, как все нормальные мамы, понимаем, что мы как минимум привели Месси. И мы ждем этого. И работа тут ведется даже не столько с детьми, дети, они, ну, дети и дети, а ведется работа с родителями. И в наши головы нужно иногда донести, мы же обижаемся, мы же не понимаем, что происходит. Мы вообще считаем, что наш ребенок гениальный. И вот тут работа тренера именно разговаривает с родителями. Попробуй нашего ребенка не поставить, и убедить, и донести до нас, вложить наши головы, и собрать коллектив, чтобы это было понимание. Это заслуга тренера, конечно. Дмитрий Васильевич, потрепали вам нервы мамочки? Конечно. Конечно, конечно. Вы знаете что, я считаю, что по сравнению с сегодняшними это просто рай. Браво! По сравнению с сегодняшними это был рай, да? Да, да. Скажите, пожалуйста, а вот такой момент, какие чувства у вас и вообще у тренера, который воспитывал совсем мальчишку, пацана, у которого начинал, соответственно. И вот этого пацана вызывают национальную команду, национальную сборную. Наверное, Балгею. Можно такое слово сказать? Дмитрий Васильевич, помните, ездили то ли в Капутни, то ли что, какой-то турнир был, и мы проиграли, жестко проиграли. Подхожу, Дмитрий Васильевич, говорит, ну как? Он говорит, Галина, это вы не поняли. Сегодня Андрей первый раз дал пас, перевел мяч справа налево. И он говорит, мы можем еще проиграть три турнира, только ради этого. Это называется тренерская счастье. И он был счастлив. Поэтому тренерская счастье это особая история. Дмитрий Васильевич, я все помню. И ваше иногда выражение, сейчас то, что вы мне говорили тогда, до меня только сейчас доходит. О чем вы говорили? Спасибо. Спасибо. Первый тренер, первый тренер Андрея Мостового в школе ЦСКА, Дмитрий Васильевич Митрофанов, был у нас в эфире. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Галина, а что было дальше? Как принималось решение вот уже о том, что вы пойдете именно в локомотив? Какие были варианты вообще? Во-первых, нам порекомендовали, мы ушли в какую-то такую лигу пониже. Я должна была почувствовать, что изменилось в нем. Я поняла, что ничего не изменилось. Он попереживал немножко. Я говорю, я не могу понять, что случилось? Ты в футбол хочешь играть? Я говорю, кроме ЦСКА куча всего. И мы двигаемся дальше. И все, мы потом стали ходить на просмотры. Мы даже были в Спартаке, нас тоже не взяли. Но и потом локомотив сложился. И в локомотиве как раз Андрея увидели новые какие-то качества, да? В локомотиве его знали давно, потому что, по большому счету, в 97-й год мы все год в год играем чемпионат. Такой же чемпионат, как, по большому счету, большие команды. И приблизительно мальчишек всех знаем. И он, ну, получилось так, что против кого он играл, против Кешица, Махвалова, пацанов, он остался с ними. И как раз первая игра была с ЦСКА. И, конечно, ему... Ой. Да, ему, конечно, так хотелось забить. И единственное, что ему сказали, говорю, Андрюш, будут эмоции, не забьешь. И у него, конечно, был момент, и я понимала, что... Захлестнула. Захлестнула, он не забил этот гол. И потом мы вышли, я говорю, вот, говорю, должна быть свежая голова. Эмоции, ничего. Я говорю, у тебя обида, которая тебя привела к этому. Научишься это менять, и все получится. Андрей хоть совсем еще и молодой, но он, по-моему, застал, да, тот период, прекрасное время, когда мальчишки мячик гоняли во дворе. Ну, вы что, представляете, у нас там район на район. А уроки-то он успевал делать? Успевал. Доковоренность была такая, письменные в школе, устные в машине по мере возможностей. Потому что потом после тренировки он все равно очень-очень набегался там два часа на свежем воздухе, когда холодно было, сел в теплую машину и уснул. А потом надо было растолкать и заставить его что-то доделать. Ну, это надо было. Это жизнь, никуда ты от этого не денешься. Буквы не будешь знать, дальше ничего не получится. Давайте вернемся во двор. Там мальчишки играют в футбол, там настоящий баталий и там настоящая дружба. С самого детства сдружились Андрей Мостовой и Артур Цирихов, который приехал сегодня к нам в студию. Артур, Андрей называет вас своим близким другом. А с чего эта дружба начиналась? Со двора. С соседними подъездами у нас познакомились. Я не знаю, сколько нам лет тогда было. Первый-вторый класс мы были. И все, и сразу подружились как-то из того момента вместе. Что во дворе у вас интересного было? Всегда, когда в субботу, когда, малый, просыпаешься же рано, и вот мы выходили с мячом, и нам из окон все орали, что, пожалуйста, хватит. Дайте поспать. Да, мяч об стенку били вот так с самого утра и всех будили. Все были, конечно, чуть-чуть разочарованы, что выходной день их кто-то будет. Откроем тайну. Значит, прежде чем зайти в студию, Артур слышал наши разговоры про Андрея Мостового в эфире. Зашел в студию, начал с того, очень он у вас получается идеальным. Сейчас мы наведем здесь порядок, мы расскажем всю правду. Ну, давай, Артур, рассказывай тогда то, что ты не услышал про Андрея Мостового. Нельзя в эфире рассказывать. Это необходимо. Это пора уже озвучить. Он действительно получается слишком красивый, умный, успешный, добрый, порядочный. Продолжай. Ну, извините, чуть-чуть жидноватый, да, человек? Жидноватый? Да. Такой все, сэкономить где-то, что-то подешевле купить. История была. Он хотел купить книгу. В магазине условно она стоила 500 рублей. Он посмотрел по интернету, то, что если проехать там 10 километров, она будет стоить там 350 рублей. Он сел в машину, поехал, проехал 10 километров, проставил в пробках и купил ее за 550 рублей. Понимаете, да? Это изюминка, это вишенка на тортике. Да, да, да. Все где-то сэкономить, по акциям взять в магазине, все по красным ценам. Понимаете, человек вот сейчас, извините, игра до сих пор по красным ценам. Правильно. Мама, я думаю, только будет за, понимаешь, хозяин хороший. Молодец. Зато девушек, знаете, как фильтруют сразу. Они сразу видят, думают. Господи. Господи, жадобище какая-то. Еще с ним связано. Надо уходить отсюда быстрее. Молодец. Нет, в этом плане, на самом деле, это как и минус, и плюс одновременно. Вы гордитесь им? Честно, я всем сердцем рад, что у него в жизни происходит. Это, мне кажется, самое прекрасное, когда ты занимаешься любимым делом, и у тебя это получается. А вот ты сейчас насколько серьезно следишь за футболом, насколько любишь эту игру? Я смотрю каждую игру. У тебя есть такой момент, что с другими людьми, я не знаю, по работе, просто по жизни где-то общаешься, и тебе нет-нет, да и хочется вернуть этот козырь, что Андрей, мы с тобой твой друг. Ну, я не кичусь этим как-то. Но мне кажется, если они куда-то ходят, они всегда вместе. Ну, конечно. Вон, даже, когда мы ездим на какие-то отдыхи, я же тоже там с Андреем, и, соответственно, там тоже много всяких футболистов. И как-то со всеми знакомишься, общаешься, потом все нормальные ребята. И, соответственно, это тоже расползается. То есть все меня уже знают в том кругу футбольного, что я вот друг моста. Все вот так вот. Известный в футбольных кругах друг моста Артур Цирихов был у нас в эфире. Спасибо огромное, Артур, за разговор. Спасибо огромное. Вы проваживаете меня. Вы проваживаете. Но с огромной благодарностью. Мама знает все. Галина, в «Локомотиве» Андрей закончил свое среднее образование и стал играть за молодежную команду железнодорожников. Правильно? Да, да, да. То есть у них как раз там совпало все это. Насколько успешно он выступал тогда? Ну, во-первых, у них очень хороший состав был. Там играл и Антон Миранчук, Джамалединов. Тренер у них был хороший, они показывали хороший результат. Все нормально было. Ну, вот он к тому моменту уже получается юноша, 17 лет, да? Да, да, 17 лет они. В 17 лет они. Вот уже какие-то новые влечения, новые интересы, возможно, появились помимо футбола? Ну, вы понимаете, как на этот момент, когда ты заканчиваешь футбольную школу, тебе нужно думать дальше. Ну, для начала, скажем так, нужно было еще и родителям понять, в том числе мне. Так как я этого не понимала, я подслушала, что говорят родители, мужчины на трибунах. Потом я понимала, что есть какая-то лига, потом еще ФНЛ. Что это такое? Как это вообще двигается? Что дальше с этим делать? Одно дело в обычной жизни, то, что мы знаем, институт, там работа, все у нас ведь. А тут куда возьмут, не возьмут, что он себе представляет, нужно было разобраться. Вот. И я поняла, что после дубля надо уже двигаться туда, вверх. Ну, потом футбол появился Долгопрудный, конечно. Галина, смотрите, Андрей играл в Долгопрудном в команде, где уже, пардон за цитату, дядьки взрослые, да? А он пацан, 17-18 лет. Могли ведь избить его со спортивного режима взрослые товарищи? Да нет. Там идет взросление совершенно другое. Поддержка, все равно они еще, когда приходят в 17-18 лет, где-то эмоции, где-то зашкаливает, опыта не хватает. Одно дело, когда тебе рассказывают, а другое дело, когда ты плечо с плечом, когда тебе могут сказать и сказать, слышь, парень, идешь туда и делаешь то. И без этого нельзя, не получится. События стали развиваться стремительно, проведя вот этот отрезок за Долгопрудным, притом хорошо его проведя, действительно набравшийся нового опыта и себя, показав Андреем Устовой, привлек внимание ряда клубов футбольной национальной лиги, и вроде как заинтересовались и в «Спартаке», и «Зенит-2» уже тогда стал проявлять интерес. Но в итоге Андрей выбирает «Химки». Но сначала все-таки он на «Зенит-2» съездил на просмотр. Съездил, да. Он съездил неудачно, просто получилось перед просмотром он заболел ангиной. И заболел очень сильно. И уже нужно было выезжать, ну, когда тебя приглашают на просмотр, ты же не будешь сказать, вот я поболел, и все. Тебя приглашают, будь добрым, вот как смог, короче, он показал то, что он смог. Так сложилось, как и сложилось, потому что он заматерел в тех же самых «Химках». Я думаю, что все, что в жизни происходит, наверное, не просто так. Наверное, этот момент нужно было отложить для того, чтобы получилось так, как сейчас. Когда футболист становится знаменитым, когда его игра провоцирует информационный поток и с похвалой, и с критикой, общественность желает как можно больше узнать о герое. Интересно все, и что он кушает, и на чем ездит, и что у него с личной жизнью, в конце концов. Мы продолжим наш разговор с мамой Андреем Остовой буквально через пару минут, а пока прервемся ненадолго. Мама знает все на Авторадио. В футбольном мире теперь есть еще один «Мостовой». Андрей Остовой, полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России, не имеет никакого отношения к Александру Остовому, советскому и российскому футболисту, одному из лучших футболистов в истории национальной сборной. Это однофамильцы. У нас в студии мама Андрея, Галина Остовая. Мы продолжаем. Эта программа «Мама знает все» проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Ведущие программы Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Галина, ну понятно, что Александр Мостовой однофамилец и не более. Но его прозвище «Царь» вроде бы уже как по наследству передалось и Андрею. Надеюсь, что когда-нибудь оно передастся. Но мы будем стараться. И чтобы эта фамилия звучала тоже так же достойно. Ну пускай будет царек для начала. Ну и еще, согласно фамилии, прицепилось обращение «Мост». Да, так это там внутри команды. Ну да, да. Тут фамилия диктует, уже ничего не скажешь. Начинали мы с мостика, а теперь мы уже, я надеюсь, что мы уже «Мост». Галина, ваш царь, по его же словам, сделал вашей семье очень приятный такой подарок. Подарил автомобиль. Расскажете нам, как это было? Ну, это было изначально, когда Андрей только еще начинал. Говорит, батя, я тебе обещаю с моей первой зарплаты я тебе, если смогу, я тебе куплю машину. Ну, он сдержал свое слово. Первое было, когда он еще не мог, он подарил игрушечную машину на день рождения. Но это был первый звонок, то есть он помнил то, что пообещал, но он свое обещание выполнил. Я надеюсь, что будет так всегда. Ну, вообще парень, он у вас модный, да, вот фото в социальных сетях всегда вот с голливудской улыбкой. Советы мамы вот по образу, по подбору одежды уже не требуются? Ну, они и раньше-то не требовались. Думаю, без вас, наверное, принималось решение перекрасить волосы. Да-да-да-да-да-да-да. Это... Ну, ваша реакция, что раз, я такой полублондин такой появляется. Я первая сказала, иди, стригись на усы. Ну, я не готова была, честно. Я даже не знала, как отреагировать. слава богу, что это новогоднее было все. Ну, думала, ума хватит побреяться, но нет. А потом, знаете, оттонировали, ну, вроде ничего. Ну, что, 23 года, господи, молодой, можно и так, и так. Красивый, яркий, улыбчивый. В одном из своих многочисленных интервью Андрей Мостовой ответил на вопрос. А вопрос звучал так. Какое главное качество человеческое у него есть? И знаете, что он ответил? Нет. Доброта. Он сказал, что он очень добрый человек. Вот откуда у него это? Это передалось как-то по наследству или воспитывалось? Да нет, он всегда такой был. Он всегда был жалостливый, добрый. И даже, когда он был в садике, мы еще были в Омске, его увидел тренер по самбо, по-моему, и он за мной, по-моему, месяц ходил отдать ему мальчишку. Я поняла, что драка это вообще не его изначально. Движения, игровые виды спорта, да. А вот драка, обида кому-то, причины боль нет, не его. Собак, наверное, кормил бездомных, котов. Кошечек всех таскал, да, да. Что касается футбола, то такие авторитетные люди, как Владислав Радимов, уже звучавший в нашей программе, как-то сказал, что на поле, мостовому, пора становиться, если не сволочью, это цитата, то точно более наглым и злым. Согласитесь с этим? Я думаю, мы к этому подходим. Даже папа нам всегда говорил, будь злой. Сейчас он уже меняется, и в отборе мяча он стал лучше, и немножко понаглее. Что думает об Андрея, о его спортивной наглости, и в целом, о его перспективах в сборной, мы решили спросить у известного футбольного тренера Юрия Красножана, ныне главного тренера женской сборной по футболу. Напомню, что Юрий Анатольевич работал с Андреем Мостовым в Химках в сезоне 2017-2018, и сейчас он у нас на связи. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Да, Юрий Анатольевич, так получилось, мы с вами лично никогда не общались, но вот раз такая возможность появилась у меня, я хочу вас поблагодарить, потому что вы, как бы там не было, сыграли очень большую роль именно в становлении, когда он уже вышел на другой уровень, и без вас, и без всего не состоялось то, что мы сейчас имеем. Еще раз спасибо большое за сыном, за ваше участие в его карьере. Спасибо вам большое. Знаете, мы вспоминали с мамой, как она переживала за его дебют в первом официальном матче, а переживает ли в такие моменты главный тренер, выпуская, ну, абсолютно молодого футболиста на поле? Вы знаете, переживания, конечно же, есть, но в большей степени для тренера есть надежда, надежда, что все получится и удастся помочь способному парню раскрыться. Юрий Анатольевич, я просто к тому моменту, когда вы пришли, Андрей попал в Химки, но особо так на него ставки не делали. И с вашим приходом, когда вы обратили на него внимание, я просто поняла, что у него глаза загорелись, он почувствовал в себе уверенность, что тренер ему верит. Насколько это важно, да? Насколько это важно, чисто психологически. В тот момент ваша поддержка сыграла большую роль, поменяла психологию, и у него появилась уверенность. Но это, опять же, чисто мои ощущения дома и его отношения, какой он стал в этот период. Спасибо вам за добрые слова. А что бы вы посоветовали всем мамам футболистов в преддверии Евро? Что можно маме сказать? Маме, все мамы, будьте спокойны и горды за своих деток. Спасибо большое. Юрий Анатольевич, ну а мы, в свою очередь, хотим пожелать еще и нашей сборной, нашей женской сборной по футболу успехов. Мы знаем прекрасно, что под вашим началом появились какие-то вообще новые ориентиры, появились новые надежды. И, конечно же, тоже переживаем за наших девчонок и вам желаем удачи, удачи, еще раз удачи. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Итак, главный тренер женской сборной по футболу Юрий Красножан был у нас в эфире. Напомню, что Юрий Анатольевич работал с Андреем Мостовым в футбольном клубе «Химки». О том, каким бывает Андрей Мостовой в жизни и в игре, нам может рассказать еще один человек, друг нашего героя, Андрей Сорокин. Он тоже футболист, с которым вместе начинали еще в школе ЦСКА. И Андрей у нас на связи. Андрей, добрый день. Добрый. Привет, рада тебя слышать. Привет, Даня. Я вас тоже очень рад. Андрей. У Андрея другое. Не самые лучшие воспоминания о времени в Академии ЦСКА. Однако чуть ли не лучшее, там произошло эта дружба с вами. Расскажите, как она начиналась? Выросли в одном практически дворе и как-то с детства подружились на фоне футбола и только потом узнали, что даже занимаемся в одной Академии. Но во дворе-то кто кого делал? Старались за одну команду вместе играть. А помните момент, когда Андрея отчисляли? Это было неожиданно для меня. Это шокий был, потому что я видел, как он играет на самом деле, чего он может. И то, что так я считал несправедливо поступает с ним. А что в дружеских беседах, в разговорах говорите про чемпионат Европы? Сейчас обсуждали то, что я считаю, что он должен поехать туда. То, что он достоин. Сейчас он очень хороший отрезок выдал, провел, показал себя. Поэтому я вот держу кулаки, чтобы он поехал туда и показал, что он может на европейской арене. После игр созванивайтесь, анализируйте. Конечно. Где-то я ему высказывал, чтобы не ослепляло его слишком это успех. Когда хорошо, когда плохо, чтобы говорили тоже искренне. Андрю, спасибо большое. Я очень рада. И рада, что ты вышел на связь. Спасибо огромное. Андрей Сорокин был у нас в программе. Спасибо. Удачи. Удачи. Счастлива. Галина, вот мы говорили, что футбола с самого детства Андрея было много. И на тренировках в академии, и во дворе. А ведь были еще и с дедушкой неофициальные игры. Конечно, они там мячи гоняли между собой. Ну, на уровне, сколько ему уже тогда было прилично. К 70 годам. Ну, не бегали, конечно, по поляне. Но во дворе там, конечно, немножко... Принял, отдал. Да-да-да-да. Принял, отдал. Абсолютно верно. А кто учил готовить с Андрея фирменное блюдо? Ну, картошка, по-моему, с мясом. Вы знаете, у нас так в жизни получилось, что самый главный повар это наш папа. Андрей Александрович Мостовой, он у нас профессионал, вот человеку дано. Он может из ничего сделать просто шедевр. И поэтому нам в этом вопросе повезло. И когда Андрей прекрасно знает, что если что-то надо, надо позвонить папе. Не маме, папе. Когда он только переехал в Питер, конечно, появилась его первая кухня какая-то у него. То есть он звонил папе, и они, по-моему, готовят или курицу жарили, или салат делали. То есть стоял телефон, он говорит, сынок, взял, порезал, что ты рубишь, крупнее или нет. Но прям по телефону это было первое приготовление. Ну да, да. С бытовыми вопросами как? Вот дружит он или нет? Ну вот последний раз он мне звонил, вопрос задавал, как рубашку гладить. Погладил. Мама дает дистанционные уроки по бытовым вопросам тоже. Папа покорится, мама по рубашке. Да, ну получилось. Да, ну куда деваться? Он все научился и стирать, и порядок наводить. То есть парень аккуратный, следит. Все нормально. Галина, вот коли ж мы погрузились в такую личную, эмоциональную сферу, скажите, вот вы смущаетесь, когда Андрея расспрашивают, свободно ли сейчас его сердце или нет? Ну это нормально. Парню 23 года. У кого-то и первая, любой, вторая, третья. Некоторые уже по второй раз женятся. Я думаю, что это нормальная ситуация. И странно было бы, если бы ее не было. А вы пытаетесь вот на него влиять в этих довольно интимных вопросах? Может быть, хотите остановить от каких-то необдуманных поступков? Что-то рекомендуете? Вы знаете, мальчик уже взрослый, я так думаю, что он, наверное, разберется без меня. Ну, во всяком случае, я хочу сказать честно, меня никто ни с кем не знакомит. У нас разговор состоялся. Я говорю, значит, ты когда определишься, твой выбор состоится, познакомишься, тогда и будем разговаривать. Ну, я думаю, что они в этом вопросе без нас точно справятся. А вот что думаете? Вот сейчас, столь ответственный для него период, как для футболиста, лучше, чтобы он был один или наоборот? Вы знаете, я не знаю, кому как. Слушала интервью Карпина, который сказал, Шамродов женился, он говорит, мы парня потеряли на год. Есть такое... Поверье. Поверье, да. Если так говорят опытные люди, наверное, это есть. Пускай будет так, чтобы наша сборная России выиграла все. И что для этого нужно? Значит, надо потерпеть. Потом все будет. Личная жизнь после чемпионата Европы по футболу. Это знаете, как этот самый небесный тихоход, первым делом самолеты, но девушки потом. Давайте будем пока так. Как пишут обычно в таких случаях в спортивных изданиях, карьера пока не оставляет парню времени на личную жизнь. Сойдемся на этом и прервемся совсем ненадолго. Мама знает все на Авторадио. Эта программа «Мама знает все», которую в эфире Авторадио представляет Российский футбольный союз при поддержке Газпромбанка. Сегодня наш герой Андрей Мостовой. Весной этого года болельщики петербургского «Зенита» признали его лучшим игроком команды в апреле. Напомню также, что в этом сезоне синие, бело-голубые вновь стали чемпионами страны. И известно, что петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым до конца сезона 2023-2024 годов. Мама Андрея, Галина Мостова и сегодня в нашей программе. Галина, последний год, даже полтора, это для вашей семьи, ну, прямо целый ряд стремительных таких и очень важных событий, связанных с карьерой сына. Титульную сторону мы более-менее вот этого всего знаем. А что происходило внутри, в семье, когда вот это вот все замаячило, что химки уходят, появляется уже в зенитном перспективе. Что происходило в семье? Обсуждения, споры, решения? Ну, первым делом, конечно, ну, во-первых, переезд. Первый раз он уже уехал из дома, из семьи. Ну, а в основном это была главная цель, чтобы он был востребован, чтобы он нужен был клубу, чтобы тренер ему доверял. И, по большому счету, он как раз находился в этом возрасте, когда максимально нужно играть, играть, играть. И как бы ты ни тренировался, без опыта на поле ничего не получается. Поэтому главным было, насколько он будет востребован, какое у него количество будет игрового времени. И поэтому это было приоритетным, наверное. Мы очень надеялись, что все получится. Ну, слава богу, что сложилось так, как сложилось. По неофициальной информации, инициатором перехода Андрея Мостового из схемок команды «Синебелых-голубых» стал известнейший в нашей стране футболист-воротарь. На протяжении всей карьеры выступавший за «Зенит» заслуженный мастер спорта Вячеслав Малафеев. И он у нас в программе. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Да, добрый день. Да, пользуясь моментом, хочу вас поблагодарить, что вы увидели Андрея, обратили на него внимание, и так резко изменили его жизнь, направили совершенно в другое русло, и все пошло вверх-вверх. Пользуясь моментом... Вячеслав, вот как мы уже обсудили, вы приложили руку к переходу молодого талантливого полузащитника в «Зенит». А как вообще это было? На что обратили внимание? В тот момент как раз «Ини-2» немножко провалился в первой части чемпионата, и мы искали игроков, которые могли бы усилить, выправить ситуацию, чтобы остаться в ФНЛ, но и также учесть те варианты, чтобы брать игроков, которые могли бы быть перспективны для первой команды. Мы были ограничены в определенных действиях, в финансах, и очень сложно было со всеми договариваться. Представители Андрея как раз пошли навстречу, и мы, конечно, были очень рады. Вячеслав, но когда смотришь за игрой молодого футболиста, обращаешь внимание на сильные и на слабые стороны. И вопрос такой, в чем все-таки есть слабая сторона у Андрея Мостового, и в чем он прибавил явно за последнее время? Слушайте, ну, слабые стороны, они действительно есть у всех, но я считаю, что классные игроки играют не за счет слабых своих сторон, а сильные стороны. Как раз у него индивидуальное мастерство, которое позволяет обыгрывать один в один. Креативное мышление, активное, да, которое позволяет, в принципе, варьировать его в разных позициях. Может быть, сагнативно падение, может быть, сыграть не на краю. Вот, и при необходимости, мне кажется, даже и в середине, хотя там, да, больше и редко появляется, и, точнее, может, вообще не появлялся в последнее время. Прямо так симпатично выглядит, что у него действительно должно быть классное будущее, потому что он просто готовый такой проект для всяких журналов, газет, и, чтобы стать таким эталоном футболиста, к которому бы хотели все стремиться. И плюс еще и фамилия, которая, конечно, не имеет прямого отношения к известному Анатолу Масковому, но все это как бы такое накладывает приятное впечатление. Спасибо огромное. Ну, давайте, наверное, еще только на Пусашок пожелаем преддверии чемпионата и всей сборной, конкретно Андрей, и его маме. Что обычно желаете вы, Вячеслав? Я и лично желаю удачи. Вячеслав Александрович, спасибо большое за добрые слова, которые вы сказали. Вы же там приследите за ним. Если что, звоните мне, я проведу с ним нужную беседу, но вот насколько я его уже узнал, я думаю, что в этом не должно быть необходимости. Вот парень достаточно здравый, здравомыслит, и все адекватно. Я просто понимаю, всегда он всегда говорит, все решает Поляна, и Поляна решает все. Спасибо еще раз. Спасибо. Вячеслав Малафеев был в нашей программе. Спасибо огромное, всего доброго. Продолжаем. Мама знает все. Итак, после всех клубных перипетий, после трудных решений о переходах, в августе прошлого года Андрей Мостовой получает приглашение в сборную. Галина, вот давайте вспомним этот момент, который всегда как-то отдельно переживают футболисты и их семьи. Получил приглашение, он скинул в WhatsApp нам, что он все вызван в сборную. Но было неожиданно, действительно, я не была уверена, что его вызовут, потому что он только в Зенит перешел, игровой как таковой практики-то еще большой не было. Но было очень приятно, конечно, радостно, но у меня первое, он мне скинул, как раз я на работе была. Первое мое слово было «Есть». Есть. Это же, по сути, чуть ли не осуществление детской мечты. Да, это так оно и есть. Гордость, радость, наверное, к чему мы там долго шли, это свершилось. Галина, вот вы же наверняка давали сыну какие-то указания перед игрой. По крайней мере, он в интервью не раз признавался, что вы, именно вы, мама, один из самых его активных критиков и мотиваторов. Ну, я говорю то, что я, насколько я понимаю вообще футбол, и я вижу его, и что, как чувствую, так и говорю. Искренне, искренне. Казани, ваш разбор игры. Он внимательно слушает, реально прислушивается или отмахивается? Не, ну как он может меня не слушать? Это просто нереально, у него шансов нет. Я донесу это сто процентов. Если даже он не захочет это слышать. Ну, тогда сейчас самое актуальное. Давайте раскрывайте секрет. Что и как надо сделать нашей сборной на чемпионате Европы? Говорите, Черчесов вас услышит. Дейсав Саламыч, здравствуйте. Вам обращается мама футболиста Андрея Мостового. Мы верим в вас. Вы очень сильная личность. Вы сделали огромный прорыв, то, что произошло на чемпионате мира, который был, и что сделала наша сборная, что произошло в нашей стране. Это ваша огромная заслуга. И я знаю, что вы сделаете все, и правильно направите нашу команду, и опять сплотите всю нашу страну, и мы будем смотреть футбол, болеть, и радоваться за вас. И вы принесете огромную радость, эмоции нам и всем нашим жителям, которые переживают, любят этот футбол. И доставите нам огромную радость. Прям удачи, удачи, удачи. Мы с вами всегда всем сердцем, душой, и все, что в наших силах, что нужно сказать вашим футболистам, обязательно скажем от лица мамы. Вам всего хорошего. Удачи всем. Спасибо вам огромное, Галина. От всей души желаем вам, вашему сыну, всей вашей семье удачи, счастья, здоровья, конечно же. Спасибо, что пригласили. Всем удачи и победы на Евро. Я думаю, мы будем болеть, и наши парни, наши сыновья нас не подведут. Передавайте Андрею огромный привет от всех нас. От всех нас. А если вы хотите переслушать нашу сегодняшнюю программу или предыдущие выпуски с мамами других прославленных игроков, заходите на сайт «Авторадио», а также аудиоверсии, доступные на всех подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, ВКонтакте, CastBox. В студии были Катрина Гассина и Татьяна Гордеева. Всего доброго. Счастливо. Самые близкие и важные в жизни люди мамы помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Редактор субтитрова Продолжение следует...